Добрый вечер, приветствую вас сегодня на нашем первом в этом году бесплатном семинаре посвященном макросам в Excel и первым шагам, которые необходимо освоить, изучить, если вас этот вопрос в принципе интересует. Значит, наш семинар будет посвящен как раз обсуждению того, что из себя представляют макросы для тех, кто, возможно, только впервые заинтересовался этим предметом. И мы посмотрим, какие азы, основы необходимо понимать, представлять, если вы собираетесь либо использовать готовые макросы, либо попробовать записать какие-то свои простейшие максы, решить собственные задачи и что-то хотя бы немного вникнуть, изучить. Вещи, в общем-то, несложные, достаточно легко осваиваемые, и как раз это то, что может вызвать дальнейший интерес для дальнейшего освоения, дальнейшего изучения этого предмета. Поэтому как раз это скорее то, что может быть таким стимулом, мотивацией для будущего более серьезного освоения данного предмета. Соответственно, давайте познакомимся. Меня зовут Завьялов Андрей Николаевич, я преподаватель в центре специалист при МГТУ имени Баумана. Уже давно провожу здесь обучение, соответственно, специализируясь на проведении различных семинаров, тренингов по базам данных Microsoft Access и по программированию максов на VBA в среде Microsoft Office. И в данном случае то, что мы будем в этом нашем семинаре так или иначе затрагивать, разбирать, это более детально, подробно у нас изучается на курсах Microsoft Excel 4 и 5 уровень, посвященный как раз начальному изучению максов на VBA и более подробному, углубленному освоению этих инструментов. Я как раз являюсь автором данных курсов, а это у нас авторские курсы, не какие-то авторизованные майкрософтовские. И, собственно, поэтому могу сориентировать хорошо о том, чем мы там на этих курсах занимаемся более детально. Ну, а вообще, говоря, тема максов – это достаточно на данный момент популярная вещь, очень, в общем-то, действительно тематика актуальная, интересная, и особенно это интересно применить на кексы. Вот, соответственно, поэтому могу пока что в двух словах объяснить, что как раз хотелось бы сегодня посмотреть, разобрать на нашем кратком семинаре. Во-первых, у нас есть небольшая запланированная программа, мы с вами обсудим, что из себя представляют макросы, посмотрим конкретно, как попробовать их использовать для начала, для первых каких-то шагов работы в среде иксы. И, соответственно, мы посмотрим, такой инструмент, как автоматическая запись макросов. Кроме того, посмотрим, что из себя представляют уже готовые макросы в цель, и что можно делать с ним, там, добавлять, удалять, каким-то образом корректировать этот макрос, перепрограммировать для каких-то несложных вещей. Ну и, кроме того, посмотрим такую достаточно простую вещь – способы запуска уже готовых макросов для комфортной работы пользователей. Это, собственно, как раз такая основная небольшая наша сегодняшняя тематика. Поэтому файлики нам для этого понадобятся небольшие, начальные, ну, что-то там можно показать и вообще на пустом экране, но какие-то вещи я там исходные файлики вам выслал, могу еще раз повторить или попробуйте скачать это у нас в личном кабинете на сайте специалистов. Ну, а прежде чем мы этим займемся, вот какой момент. У меня ко всем участникам, ко всем присутствующим есть небольшой вопрос. Следующий. Макросы – это средства программирования, автоматизации работы, которые используются достаточно часто, повсеместно в офисном пакете, в пакете Microsoft Office для разных его приложений. Это не обязательно Excel, это может быть и Word, и Access, и PowerPoint и так далее. Собственно, вопрос вот какой. Первое – это что из всего Microsoft Office вам приходится использовать, скажем, чаще всего? То есть какие вот, мы можете назвать, две программы, больше не надо, наверное, наиболее востребованных. То есть если говорить там о C, L, Word, PowerPoint, вот что у вас самое распространенное используемое? Вы чаще. Excel и Word, да, в основном используете. Вот, ну, у кого-то может быть другая пара. Но на самом деле, вот интересно даже, какие сейчас будут еще ответы от наших удаленных слушателей. Значит, ну вот Excel и Word, говорят, часто приходится использовать. Word, PowerPoint, да, тоже как вариант. Вот. Ну, вот Outlook пока не вижу, хотя, в общем-то, электронная почта тоже приходится использовать. Вот. Ну, как правило, вот когда подобный вопрос задаю, частенько из двух программ, которые используются в офисном пакете, одна обязательно субтекция. Очень многим это действительно инструмент актуальный для работы, потому что, ну, так или иначе, требуется какие-то расчеты делать больше или меньше сложности. Кому-то приходится заниматься анализом информации, строить там информации, строить диаграммы, там красивые сводные таблицы. Ну, короче, сейчас применение Excel настолько многообразно, что, в общем-то, это у многих является рабочим инструментом. А вот тогда еще один небольшой вопрос такого плана. А, скажем, из вот тех программ, которые сейчас назвали, часто используемые, где вам приходится чаще сталкиваться, скажем, с какой-то рутинной, повторяющейся работой. То есть, вот в Word или в Excel или в PowerPoint у вас, например, изо дня в день там или регулярно повторяются похожие подобные операции. То есть, все-таки, на мой взгляд, чаще это тоже в Excel происходит. Потому что, если у вас какой-то инструмент становится инструментом рабочим, профессиональным, то там действительно изо дня в день регулярно возникают похожие подобные задачи. Ну и, собственно, что можно сказать в этом случае? Вот в этом случае, конечно, придумывают самые разнообразные способы, как автоматизировать, как-то усовершенствовать эту регулярно повторяющуюся рутинную работу. И здесь как раз нам приходят на помощь средства макросов. Макросы – это небольшие программки, которые используются для автоматизации работы в конкретной среде конкретного приложения. То есть, если говорить о в целом Microsoft Office, то здесь у нас макросы включены в состав каждого приложения этого пакета. Они есть и в Word, и в Excel, и в PowerPoint, и даже в Outlook, но, правда, в усеченном варианте с макросами можно столкнуться. Ну и в базах данных Microsoft Access аналогично это все есть. И поэтому, если у вас возникает необходимость похожую регулярно возникающую задачу повторять, то это, в общем-то, можно делать каждый раз с нуля от начала до конца, а можно попробовать либо обратиться к программистам, чтобы они для вас написали такой макрос и превратились эти рутинные операции в нажатие одной кнопочки. Или даже попытаться самим создать подобный макрос. Вот это вот как раз интересная возможность. И что интересно, мы можем, не зная ничего о программировании, никогда не изучая никакого программирования заранее, сделать макрос, который вполне будет удовлетворительно работать, нормально упростит нам жизнь, ускорит, например, какие-то действия, сведет там работу, которую вы проводите в течение 10-15 минут, буквально к одному щелчку мыши. Это очень интересное средство, инструмент автоматической записи макроса. И в Excel и в Word у нас в последнее время есть кнопочки, которые позволяют записать собственные действия в виде команд. Эти команды как раз и будут представлять из себя макрос, которые потом легко повторно повторить, проиграть и выполнить эти действия автоматически заново. Было время, когда такой же инструмент, я его называю макро-рекордер еще, то есть запись максов, был и в составе Microsoft PowerPoint. Но вот в последнее время Microsoft от него отказался, от этого средства. 2003-й версии сохранилось это, но уже сейчас редко кто это использует в работе. А вот в современных версиях Microsoft Word, Microsoft Excel такая возможность до сих пор сохранилась, существует. Ну а так как в Excel задачи автоматизации больше, то я и показывать это буду на примере Excel каких-то файликов. Ну вот, собственно, сейчас нам это и может пригодиться уже потребоваться в работе. Поэтому, значит, что я хочу сказать, мы с вами можем попробовать сейчас запустить Excel, у кого какой есть. Значит, в принципе, годится и 2003-й, даже, ну вот у меня здесь 2013-й, я, наверное, с ним буду работать, запущу. 2013-й, хотя вот в 2013-м здесь есть одно но, конечно, небольшое, может быть отличие. У меня вопрос, у кого какой сейчас используется в работе. Там у меня просто пример, который я заготовил, он будет работать корректно в 2010-й версии. В 2013-й будет надо еще усовершенствовать, переделать. У вас сейчас, в общем-то, оба варианта есть, а остальных какие версии. Ладно, я, наверное, сделаю так. Так, 2010-й, вот. А вот, а у Ольги 2013-й. Ясно. Хорошо. Ну, на самом деле, хочется иногда показать пример эффектного решения, когда все гладко, без ошибок получилось. Вот мой примерчик, он в 2010-м будет без ошибок, сразу срабатывает. Ладно, я могу показывать и там, и там. В конце концов, вот. Ладно, пока пускай будет 2013-й. Параллельно запущу еще и 2010-й. То есть, некоторые нестыковки встречаются. В 2013-й версии появились инструменты, которые в макросах еще как-то некорректно отработаны у Microsoft. Но есть отдельные шероховатства. Так, хорошо. Вот, и тогда еще момент по поводу файликов. Так, ну что ж, хорошо. Тогда разберем поподробнее первый пункт автоматической запись макросов в Excel. И как это делается, как раз сейчас посмотрим поподробнее, разберем. Итак, вот у меня запущен Excel 2013. Ну, он примерно так же выглядит, как и 2010-й, с небольшими отличиями. Значит, я собираюсь, работая в Excel, выполнить какое-то действие, которое хотел бы записать и потом выполнять его повторно, неоднократно. Значит, с чего начать? Ну, во-первых, нужно найти кнопочку, которая выполняет эту запись. Кнопка такая у нас есть. Находится она стандартно на вкладке «Вид», вот здесь вот в самом конце. «Вид», «Макросы», «Запись макросы». Но единственное, что добираться до этой кнопочки будет не очень удобно, потому что каждый раз я должен зайти на вкладку, потом нажать на кнопочку, развернуть ее, эту группу кнопок и так далее. Более удобным способом является работа с макросами на отдельной специальной вкладке. Эта вкладка у нас изначально, если вы никогда не пользовались в Excel, обычно не включена. Вот сейчас, например, я не вижу здесь еще одной вкладки под названием «Разработчик». У вас, я не знаю, есть она или нет на компьютере. Если ей раньше не пользоваться, то вот с нуля ее изначально нет. Покажу, где она включается и в 2010, и в 2013 версии. Седьмой немножко отличалась, кому нужно, подскажу и там. Значит, на вкладке «Файл», если вы зайдете в «Параметры», «Файл параметры», то дальше переходите на пункт «Настроить ленту». И обратите внимание, у нас с правой стороны список всех включенных вкладок на ленте Excel. Одна изначально не включена, причем является стандартной вкладкой. Вкладка «Разработчик». Дело в том, что макросы – это вообще инструмент разработчиков или программистов, и поэтому для обычных пользователей, чтобы их не пугать, эту вкладку прячут. Ну, а мы с вами ее решили включить. Окей. Вот теперь появилась вкладка «Разработчик». На самом деле, она нам вся целиком сейчас нужна не будет. Из нее нам потребуется буквально пара кнопочек, которые находятся с левой стороны в группе «Код». Собственно, из этих кнопок у нас самым важным является кнопка «Макросы», вот эта, и вторая кнопочка «Записать макросы». Собственно, то же самое продублируем на вкладке «Вид», «Макросы», вот «Макросы», «Запись макроса». Но, что мне еще нравится, как только вы включаете вкладку «Разработчик», у вас кнопка «Запись макроса» дублируется еще в одном месте. Смотрите, где. А если посмотреть повнимательнее на Excel, вот я его сейчас не делаю, на весь экран распаковку, вот таким делаю, то в нижнем левом углу Excel, вот здесь, появляется тоже кнопочка, которой раньше не было. Это кнопка «Начать запись нового макроса». Вот когда вкладка «Разработчик» закрыта, этой кнопки здесь нет. А так она появляется, и вот у меня теперь одно и то же действие продублировано в трех местах. То есть в меню «Вид», «Макросы», «Запись макроса». Это стандартно всегда доступно. Дальше на вкладке «Разработчик», «Группа код», кнопочка «Запись макроса». И вот это в нижнем левом углу Excel еще раз кнопочка «Запись макроса». Хорошо. Ну вот, собственно, пожалуйста, у меня такая получается вещь. Что дальше? А дальше я хотел бы попробовать записать какой-то макрос прямо вот в этом кустом новом файле. То есть вот буквально любое простейшее действие. Значит, какое действие хотел бы я сделать? Ну, например, такое. Пускай у меня в этом макросе будет происходить следующее действие. Я хотел бы, чтобы у меня в какой-то ячейке был написан определенный текст, и он отформатирован был бы крупным шрифтом. Вот такие элементарные действия я хотел бы записать. И причем, где это будет происходить? Давайте это будет происходить на новом листе. То есть я добавляю новый лист, и потом это делать. Или нет, пускай на любом листе, на этом листе. Без разницы, на каком-то, на первом попавшемся листе. Значит, что я делаю? Я нажимаю, соответственно, кнопочку «Записать макрос». После этого появляется диалоговое окно «Запись макроса». Имя макроса – это название будущей программы на Visual Basic. Поэтому определенные требования здесь к именам макросов предъявляются. То есть, например, в названии нельзя использовать пробелы и какие-либо другие значки, которые не используют Visual Basic. Поэтому, если бы я назвал этот макрос «Макрос пробел 1» вот с таким именем и нажал бы «Окей», то вот мне бы программа выдала сообщение, что в именах является запрещенным. Ну, в данном случае, если вы хотите название макроса сделать не в одно слово, а в несколько слов, то старается использовать такую вещь. Или пишут все слитно, но каждое слово с большой буквы, или используют символ нижней подчерки. Я люблю писать слитно, но каждое слово с заглавной буквы, поэтому макрос «Привет». Я хочу назвать этот макрос вот таким образом. Русские буквы допустим. Второй момент – сочетание клавиш. Необязательная настройка, которую можно сделать позже. Это для быстрого запуска макросов. К этой настройке я вернусь сегодня, потому что бывает сразу, они никто не задумывается, поэтому пропускают это в начальный момент. Сохранить макрос. А вот тут вот интересный вопрос, который я бы хотел кратко обсудить прямо сейчас, а потом мы к этому еще вернемся. Дело в том, что особенность макросов заключается в том, что это программа, которая будет храниться в документе данного приложения. Мы работаем в Excel, значит, Excel создает файлы формата Excel. Вот в этих файлах формата Excel могут храниться макросы. Соответственно, в каком конкретно из файлов? Здесь нам и задают вопрос. Обычно чаще всего сохраняют макросы в той же книге, в том же файле, где потом его планируют использовать. Поэтому здесь вариант «эта книга» предлагался по умолчанию. Есть еще вариант использования личной книги макросов. Это специальный системный файл, который будет общим для работы конкретного пользователя для любых Excel-файлов. И файл этот загружается вместе с открытием Excel автоматически. Как вариант, можно тоже к этой книге обратиться, но она более скрытная, и поэтому сейчас с ней нам было бы не очень удобно работать. Так что я использую вот этот вариант, эта книга. Ну а новая книга зачем? У меня и так эта книга новая, поэтому, собственно, разницы никакой. Ну а последний пункт, описание, тоже вещь необязательная. Это как комментарии некие. Их можно добавлять сейчас, можно оставить незаполненными, а добавить позже. То есть это как раз та информация, которая не принципиальна для работы макроса. Хорошо. И вот как только вы придумали имя макроса и указали, где он сохраняется, нажимаете «Окей», все дальнейшие ваши действия начинают записываться. Поэтому лишних действий не нужно, планируйте сразу, что хотите сделать, и строго только эти операции и выполняем. Значит, я нажимаю «Окей» и делаю я следующее. Ставлю курсор в ячейку, скажем, «А1». Дальше пишу в этой ячейке какую-нибудь фразу «Привет». Можно даже с восклицательным знаком. Ну а потом ставлю сюда курсор обратно, ячейку «А1». И хочу, чтобы этот «Привет» у меня был написан каким-нибудь более крупным шрифтом. Ну, не знаю, 48. Предположим, на этом я хочу и закончить все свои действия записывать. Поэтому необходимо остановить запись «Макроса». Остановить ее можно там же, как мы ее и начинали. Или на вкладке «Разработчик» кнопка, которая раньше называлась «Начать запись», теперь называется «Остановить». Или в нижнем левом углу эта кнопка продублирована точно так же, «Останавливается запись». Все, вот теперь у меня опять кнопочка называется «Запись Макроса», то есть я могу повторно его проиграть. Значит, возникает вопрос. А где, собственно, этот макрос у меня хранится и можно ли до него добраться и еще раз его выполнить? Да, естественно, можно. Находится он у нас вот где. Мы его сохраняли в этой книге. Эта книга сейчас открыта. Поэтому все макросы, которые в ней находятся, они, естественно, нам доступны. Если вы посмотрите вот здесь на вкладке «Разработчик» кнопочка «Макросы» или вот даже можно использовать сочетание «Альт-Ф8», вы вызываете список макросов этой книги, ну и всех прочих открытых сейчас книг, где можно на этот макрос посмотреть, где можно его, если он вам не нравится, по какой-то причине удалить, но главное, можно здесь же выполнить. Пока я выполнять не буду. Объясню почему. Дело в том, что у меня файл, в котором находится макрос, еще не сохранен. Я боюсь потерять то, что я сделал, и поэтому хотел бы вначале разобраться с этим моментом. То есть тут ситуация вот какая. Я хочу сделать так, чтобы этот макрос потом можно было использовать не только в этой книге, но и в любых других потом, при дальнейшей работе, и мне нужно убедиться, что этот макрос никуда не пропадет, будет использован в дальнейшем. Как это сделать? Соответственно, мне необходимо сохранить Excel-файл таким образом, чтобы он поддерживал макросы. В новых версиях Excel у нас по умолчанию формат файлов, который предлагается. Это файлы с решением Excel-SX. Это файлы, не поддерживающие макросы. Поэтому, если я не обращу на это внимание, я могу потерять то, что только что создал, и у меня нигде не сохранится сгенерированный программный код. А, соответственно, для того, чтобы этот макрос никуда у нас не исчез, мы должны сделать сейчас следующую вещь. Сохраняя файл, выбрать вариант «Сохранить как» и указать один из возможных вариантов форматов. Excel-SM – это так называемый файл с поддержкой макросов. Excel-SB – это бинарный или двоичный файл Excel, он тоже поддерживает макросы. Или формат Excel 2003-й версии – XLS, где также поддерживаются макросы. Причем, в большинстве случаев, они совместимы и с новыми версиями 2007-2013. Я, естественно, буду использовать вот этот вариант – Excel-SM. И давайте покажу, как это будет выглядеть. Вот смотрите, если я просто нажму сейчас кнопочку «Сохранение файла» первый раз, обзором выбираю, где у меня будет все это храниться, в папке, где у меня все материалы были. Назову там, скажем, «Майн макросы» вот таким вот именем. Вот смотрите, тип файла книга Excel не годится. Если я в таком виде это попытаюсь оставить, нажму кнопочку «Сохранить», у меня тут же появляется предупреждение. Не будет сохранен проект Visual Basic. Вот это проект ВБ, проект Visual Basic. Не совсем понятно, что это такое, потому что мы еще с этим не разбирались, но тут момент такой, что здесь четко сказано, что если вы не хотите сохранять макросы, то, пожалуйста, говорите «Да», и у вас после сохранения файла макрос созданный будет удален. Он, в конце концов, совсем исчезнет. Если же вам макросы важны, тогда говорите «Нет» и указывайте другой тип файла. Вот книга Excel с поддержкой макросов. Вот этот вариант. Наиболее оптимальный. Ну или вот двоичная книга или книга 2003-й версии тоже годится. Так что книга Excel с поддержкой макросов. Теперь «Сохранить» все в порядке. Сохранилось. Я в этом 100% уверен. Никуда этот, теперь у меня, не денется программный код. И я могу проверить его работу. Ну а проверять я буду как? Я на этом листе могу все вообще поудалять. Могу и другой лист создать в этой книге, там какой-нибудь произвольно новый. А теперь хочу запустить макрос на выполненном. Где он у меня находится? Пожалуйста, вот у меня кнопочка макроса на вкладке «Разработчик». Вижу здесь макрос «Привет». Нажимаю «Выполнить». И вот этот макрос мне повторил те же самые действия для ячейки А1 на активном листе. То есть и напечатал тот же самый текст, и, соответственно, применил точно такой же форму. Пожалуйста, работает. Все у нас получается. Хорошо. Значит, вот так это выглядит. Ну и еще одно важное замечание. Дело в том, что макросы – это средства, которые используют не только вот такие вот безобидные вещи. То есть просто взяли и напечатали в ячейку какую-то фразу, какой-то текст. Максы могут выполнять действия и достаточно неприятные для конечного пользователя. Ведь мы можем не только что-то добавлять, мы можем удалить листы, книги, целиком файлы. Мы можем там какие-то, я не знаю, формулы портить. Но это уже будет, правда, не макрос, а макровирус скорее. Поэтому не случайно Microsoft придумал средства для различной безопасности работы пользователя. Во-первых, файл, не поддерживающий макросы. То есть это вот стандартная рабочая книга Excel нового формата. Или предупреждение о безопасности макросов при первом открытии файла у нас тоже по умолчанию используется. Поэтому давайте продемонстрирую вам вот такую вещь. Я сейчас все здесь, что у меня было, почищу. Вот у меня эта книга, в ней макрос хранится, но, собственно, ни на одном листе никаких пока действий я не оставляю. Закрываю этот файл, еще раз сохраняю окончательно то, что у меня было. Вот знаете, что будет, если этот файл открывать заново? Сейчас он у меня закрыл. Вот я двойным щелчком открываю. Значит, открывается этот файл не сразу, полноценно для работы со всеми его компонентами. Он мне выдает предупреждение системы безопасности. В этом файле макросы сейчас отключены, но вы можете согласиться с тем, что они вам нужны и включить их. Что будет, если я так и не включу макросы? А все очень просто. Я пытаюсь запустить макрос на выполнение. Иду вот здесь у меня кнопочку макросы, список макросов. Пытаюсь его выполнить. У меня, говорит, не получится. Система безопасности отключила макросы. И предлагает нам сделать следующее. Закрыть эту книгу и открыть ее заново. А потом ответить на этот вопрос, что мы действительно разрешаем использование макроса. Поэтому закрыть и по новой открыть, вот тогда это получится. Я тогда открою 2013 версию. Соответственно, где у меня это было, вот. Аналогичное предупреждение. И если его игнорируют, то макрос не активен, не работает. Итак, включить содержимое. Нас предупреждили, мы знаем, что да, нам макросы здесь не опасны. Это мы сами создавали и ими пользовались. А теперь еще раз макрос «Привет» выполнить. Пожалуйста, сработает. Отлично. Нормально получается? Хорошо. Ну вот, собственно, пожалуйста, что у нас получилось в результате. Мы здесь с вами небольшое такое решение сделаем. А теперь вот еще, что хотелось бы показать поподробнее. Это то, как выглядит данный макрос, что он из себя представляет в качестве программы, и можно ли внести в него какие-то усовершенствия. Естественно, мы посмотрим это на пока вот этом несложном примере. Ну а потом можно взять примерчикой чуть помудренней. С ним, правда, не так все гладко получится за две минуты, но интересно поглядеть на это все. Значит, поэтому следующий момент, что мы с вами посмотрим. Мы познакомимся немножко поближе с редактором Visual Basic, в котором, собственно, мы и будем работать с текстом макроса. Посмотрим, как можно добавить максы, удалить или взять откуда-то и скопировать готовые решения для дальнейших операций, для дальнейшего усовершенствования. Все. Не выговариваю с вами. Значит, вот это вот как раз сейчас и рассмотрим. Значит, работа с редактором Visual Basic. Знаете, вот макс у меня записан. Я вижу его в списках, я могу его выполнить. Но это еще не все. Когда я открываю список макросов, здесь также есть ряд кнопочек, которые не всегда, правда, доступны. Особенно, если максы отключены или сохранены в какой-нибудь защищенной книге и так далее. Но, тем не менее, вот можно видеть, что я могу удалять неудачный макрос прямо здесь. А могу, например, нажать кнопочку «Изменить» и увидеть программный код этого макроса и смогу, соответственно, его отредактировать. Что будет, если я для конкретно вот этого макроса нажму кнопку «Изменить» в списке макросов. А я автоматически переключусь в совсем другую рабочую среду. Я попадаю в редактор Microsoft Visual Basic for Applications. Вот там вверху в заголовке окна это как раз написано. Окошко редактора может быть распактан на весь экран. Но если у вас здесь не на весь экран все развернуто, то хорошо видно, что это окно работает параллельно с Excel. То есть вот у меня Excel, а вот у меня окно редактора Visual Basic. То есть получается, к части информации, находящейся внутри рабочего файла Excel, я имею доступ не через Excel, а с помощью дополнительного какого-то рабочего такого окна. Вот это вот окошко на самом деле мало изменилось уже достаточно давних времен, потому что Visual Basic был встроен в офисный пакет впервые в 97-й версии, и вот этот редактор он с тех пор практически не претерпел изменений. Так что и меню здесь обычное с панелью инструментов, а не с лентой, вкладками. То есть все в таком старом достаточно стиле. И не очень он дружит иногда с кириллицей, я это покажу. То есть бывает русские буквы там некорректно воспринимают, но ему надо выставить, соответственно, шрифт, чтобы он поддерживал кириллицу. Но в остальном, вот это вот то самое рабочее окно, где мы видим первым делом макрос «Привет» и все прочее, что относится к этому действию. Хорошо. Ну а как еще можно было попасть в редактор вяжу обыльсиком? А вот тут, посмотрите, мы можем добраться до него и как это делает программист. То есть не заходить в список макросов, а нажать сразу кнопочку под названием «Вижу обыльсик». Некоторые, кстати, не находя этой кнопки в панели инструментов, тоже не особенно пасуют, потому что есть комбинация клавиш «Alt F11». Эта комбинация всегда как раз в любом офисном продукте открывает редактор «Вижу обыльсик», где он есть. Ну, он в Excel есть, в Word есть, значит, соответственно, даже не надо искать кнопку на панели инструментов. Вот кнопка «Вижу обыльсик» тоже самое открывает мне, соответственно, окно этого редактора. Есть, да? Значит, в окошке редактора надо, конечно, получше разобраться, что есть что. Вот мы давайте с вами посмотрим на него повнимательнее. Я его распахну для этой цели на весь экран. Вот окошко редактора «Вижу обыльсик». Значит, ну, во-первых, здесь основное рабочее окно – то, в котором вы видите текст программы. То есть макрос в данном случае содержит те самые команды, которые я выполнял как пользователь, нажимая на кнопочки. То есть вот тут записалось это все в виде неких инструкций на языке «Вижу обыльсик». Соответственно, это окно может быть и большего, и меньшего размера, может быть несколько таких окон. Но, естественно, удобнее, когда оно распахнуло полностью на весь экран. То, что я вижу, это так называемое окно программного модуля. Модуль в данном случае – это просто текстовый документ с одним или несколькими макросами. А макрос – это одна небольшая программка, которая выполняет какие-то автоматические действия. Но для того, чтобы с этими окнами, содержащими макросы, было бы проще работать, есть дополнительные два окошка здесь. Эти два окна, они могут отображаться на экране, а могут быть и скрыты. Вот у вас сейчас есть два окошка с левой стороны «Проект» и «Пропертис». Если да, то очень хорошо. Ну, стандартно они есть обычно на экране. Есть, да? Отлично. А вот если их нет, то я покажу, где они открываются. Потому что иногда бывает так, заходишь на компьютере, где уже до вас работали другие пользователи, визуо-бытики, в общем-то, кто-то уже покопался. То есть там вот пустое окно. Или там одно есть, другого нет. Значит, включаются они в меню «View». «View Project Explorer». Вот команда «Открывающая окно Project» и «View Properties Window» – это, соответственно, окошко «Пропертис». То есть вот эти два окна обычно, они открыты, доступны. В них у нас будет как раз видно ту информацию, которая рано или поздно пригодится нам. Так вот, что мы видим в этих окнах? Значит, в первую очередь важно окно проектов. Окошко «Проджект» показывает все в данный момент доступные проекты, которые мы можем использовать в работе. Проектом для Excel является любая в данный момент открытая рабочая книга. Поэтому, если у меня сейчас открыто не один, а несколько Excel-файлов, я и все здесь буду их видеть в списках. Пока что я вижу только один проект, мои макросы. Этот файл, который я только что создал и сохранил, вот он у меня здесь доступен. Автоматически будут появляться здесь и другие файлы, другие проекты, если я действительно буду их открывать, запускать и так далее. Ну вот, предположим, если я бы, находясь в Excel, в той же самой версии, взял бы и создал еще одну новую книгу. После этого, переключаясь в окно Visual Basic, я вижу, вот у меня тут же в окне Project появилась книга 1. Правда, еще даже без расширения, потому что я ее не сохранял, еще даже места для этого файла нет. Но проект уже есть. В чем отличие только что созданной новой книги, где вообще никаких операций не выполнялось, с проектом, который я уже запрограммировал, в котором есть работающий макрос? Отличие следующее, что в состав проекта, в котором есть макросы, могут входить модули. В данном случае, модули, вот эта вот группа модули, содержит у меня один единственный модуль под названием модуль 1. И если его двойным щелчком открыть, я увижу программный код, который у нас сгенерировался. Макрос, привет. Вот он, пожалуйста. Вот это вот, соответственно, и есть у нас то содержимое, до которого мы можем добраться только через редактор Visual Basic. Ну а второй момент. Если я какую-то книгу сейчас там создал или открыл, а потом закрою, то есть вот я закрываю проект. Значит, тогда Visual Basic, пожалуйста, у меня в окне Project других файликов нет. Поначалу, кстати говоря, это многих отвлекает, что перепутали, не в том месте записали, не туда запрограммировали. Вот это вот как раз не проблема, потому что мы при желании можем с вами программный код этот копировать, переносить с места на место, и даже из одного файла в другой, так как это не что иное, как обычный текст. То есть и работаем мы с ним как с текстом, с текстом редактора. Единственное, что этот текст содержит какие-то стандартные допустимые команды, и если здесь внести некорректное исправление, это будет уже выглядеть как опечатка, и это не будет работать. То есть это будет вызвать ошибку при выполнении Макса. А так работать с содержимым Макса можно как с обычным текстом, копировать, ставить, пожалуйста, все это здесь допустимо. Так что вот получается, что у нас Макрос – это некий набор команд, написанных на специальном языке программирования VBA, и Visual Basic for Application, который хранится в модуле, являющем частью проекта, то есть частью рабочего файла Excel. Вот так это выглядит. Кстати, во всех других программах аналогично есть вещи. То есть модулем может быть у меня и какой-то программный код, хранищийся в Word-овском файле, или в презентации, но тоже там нужно выбирать формат, поддерживающий Макросы, иначе это не сохранится. Так, ладно, хорошо. Теперь следующий момент. Вот такой. У меня вот этот вот Макрос «Привет» здесь, в общем-то, я проверял. Нормально работает, все выполняется, запускается, но я хочу его усовершенствовать. Мне бы хотелось сделать макрос, который бы поздравлял меня с Новым Годом, и, соответственно, поэтому я хочу здесь немножко исправить программный код. Что для этого сделать? Ну, давайте разберемся, вот каким моментом. Здесь мелковато видно, наверное, да? Поэтому я могу сейчас в редакторе, в меню Tools, Options, немножко изменить размер Shift. Здесь размер Shift для просмотра, вот, покрупнее сделаем. Таким образом. Это, да, Tools, Options, Эдитер, формат, и вот тут общий размер Shift в целом. Для всего редактора можно сделать побольше. Вот, хорошо. Значит, посмотрите, в данном случае, что из себя представляет Макрос с позиции программистов? То есть, для программистов на Visual Basic макрос является ничем иным, как процедурой. Процедура на языке Visual Basic имеет следующую структуру. Она начинается словом Sub или Sub и заканчивается словами End Sub. Все, что между этими двумя словами помещается, является как раз тем самым выполняемым автоматически программным кодом. То есть, это все те действия, которые будут повторены. Правда, часть строчек, которые мы здесь видим, не являются рабочими командами. Это так называемые комментарии. Вот все, что написано зелененьким цветом, а это ничто иное, как текст, начинающийся с левой стороны с апострофа. Вот это у нас ничто иное, как комментарии. Эти комментарии Макро-рекордер автоматически добавляет на всякий случай для Макроса. Нам они в работе особенно не нужны, можно было их смело удалять или писать свой собственный песнику текст. На работу Макса это никак не влияет. Вот, ну а собственно, сами действия начинаются вот с этого примерно места. И вспомните, что мы там делали в этом Максе. Значит, мы с вами ставили курсор в ячейку А1, печатали в ней некий текст «Привет», а потом для этой ячейки меняли размер шрифта. В данном случае так все и написано. То есть, если взять и перевести это дословно на русский язык, то, в общем-то, более-менее понятно. Ну, например, range А1. Range А1, в данном случае А1, это адрес ячейки, ну а команда range, это означает диапазон. Потому что так можно обращаться и к одной ячейке, и к группе ячейков, и желбочек. Вот, а соответственно, слово «селеб» в дословном переводе «выделить». Ну, когда я курсором щелкнул по ячейке А1, я же ее сделал выделенной. Собственно, вот оно, действие произошло. Дальше «active cell» – обращение к активной ячейке. И я в качестве формулы написал там слово «Привет». Ну, в данном случае это издержки работы макро-рекордера. На всякий случай любые данные, которые вы вводите в ячейку, он считает формулой. Но если там формулы нет, то это будет вставлено как текст, как константа какая-то. То есть, вот слово «Привет» здесь было написано. Ну, а дальше тут идет целая группа с описанием различных изменений настроек. И ситуация такая. Макро-рекордер обладает определенными недостатками. Главный его недостаток – он записывает не только те действия, которые вы выполняете, но и то, что, может быть, к теме не относится. То есть, избыточные команды пишут. Я, например, поменял только размер шрифта, но здесь было также написано все остальные настройки шрифта. Какой там у него цвет, какой там у него зачеркивание, подчеркивание и так далее. Вот это вот все прочее – это настройки, которых я не трогал, не менял, и они в данном случае не обязательны. А поэтому отсюда можно было бы часть команд смело удалить, это бы не повлияло на выполнение макро-рекордера. Но я поступлю по-другому. Я то, что есть, оставлю, сделаю копию здесь же и переделаю в свой немножко отличающийся макрос. Ну и как это сделать? Значит, мы говорили о том, что как создать макрос. Мы его сейчас просто-напросто с вами сгенерировали. То есть в данном случае. А теперь я хочу сделать его копию и немножко ее усвешиваться. Значит, сразу момент такой. Когда мы создаем копии макросов, то в одном модуле у нас не должно быть двух макросов с дублирующимися названием. Названия должны отличаться по-любому. Если этого не учесть, то программа вам выдаст сообщение о том, что не уникальное имя и так далее будет, короче, ругаться. Это легко проверить. Можете сейчас не делать то, что я покажу. Смотрите, я мог бы скопировать данный макрос. Ставить ниже его копию. Ну, я просто Ctrl-C, Ctrl-V сделал. И пытаюсь запустить этот макрос прямо в редакторе Visual Basic. Для этого у нас есть кнопочка вот здесь вверху Run Sub или клавиша F5 еще используется. Я нажимаю на эту кнопку и что я вижу? Сообщение о том, что имя не уникальное, имя повторяющееся. И у меня в результате будет отказываться работать любой макрос. Поэтому я предлагаю поступить несколько иначе. Мы новый макрос начнем создавать сами. А дальше уже отсюда скопируем только необходимые нам команды. То есть где-то что-то даже переправим. Вот поэтому я, соответственно, пишу здесь без разницы регистр. Маленькими буквами SU. Вот. Название макроса дальше идет. Я его назову там, например, что-нибудь такое. Новый макрос ничего не надо нажимать. Просто начинаете печатать здесь. Ниже. Вот ниже у вас курсор стоит. Здесь спокойно начинаете дальше печатать сами. У вас печатается там, не блокировано, не заблокировано, ничего. Хорошо. То есть я просто печатаю суп, вот это вот. Потом имя макроса, да как угодно можно назвать. Например, я его назову, там, не знаю, по-русски можно назвать. Так. Новый год. Без пробелов название. Единственное. Потому что если бы я сделал с пробелом, у меня программа начала ругаться. Нажимаю Enter, обратите внимание, редактор Visual Basic понимает, что макрос должен иметь окончание. Поэтому он мне в конце дописал EndSub автоматически. То есть вот это вот здесь получилось само собой. Вот. Ну а дальше, что я позаимствую из предыдущего решения? Ну вот такие вещи. Давайте, во-первых, я не буду брать во внимание вот эту вот строчку. Range A1 Select. Дело в том, что это у меня запрограммировано действие для конкретной ячейки A1. Я хочу, чтобы у меня действие следующего макроса выполнялось для любой ячейки, которая стоит в курсорах. Поэтому можно взять вот эту команду. Active Cell. Активная ячейка, это более универсальное обращение. То есть для любой ячейки, которая сейчас активна. Значит, я это скопирую. Ну, обычно копировать, вставить. Ну, или Ctrl-C, Ctrl-V, как вам удобно. Скопировал, вставил вот этот кусочек. А дальше? А дальше то же самое. Я не буду опять обращаться к ячейке A1. Я скопирую вот этот вот блок команд, как я там меняю шрифт. Вот тут фонд, слово шрифт по-русски. Значит, вот это вот скопируем. И опять-таки, не все оставлю из того, что там было. Вот это вот несколько настроек, которые я не менял и даже не планировал менять. Если хотите выяснить, что означают вот эти вот настройки, которые я сейчас выделил на экране, это, собственно, формат ячеек. Вот такой вот формат ячеек. Когда я меняю настройки шрифта, то это видоизменения. Зачеркнутый, надчеркнутый, подчеркнутый. Вот не планирую я это все делать, и они у меня не включены, значит, имеют значение ложь. Вот это вот ложь, фоллс, там фальшь. Я вижу. Это к делу не относится, и я это могу спокойно удалить. Просто удалить. Дальше. Вот это вот, как вы думаете, что за настройка? Underline, дословно в переводе, подчеркнутый. Использую я подчеркнутый? Нет. Могу тоже стереть. А тема Color, это что-то с цветом связанное. То же самое, если я не использую никакие изменения цвета и так далее, можно вот это не упоминать. То есть вот я оставлю только в данном блоке буквально две строчки. Это шрифт, калибри у меня, например, или какой там у вас, если другой, то оставляйте свой, там, Arial, может быть, по умолчанию. И размер. 48. Хорошо. Ну а дальше, а дальше я вместо слова «Привет» напишу здесь, например, вот такой текст. С новым 2015 годом. И размер шрифта будет у меня не 48, а какой-нибудь 2015, вряд ли получится. Вот, сделаю, скажем, 99. Хорошо. Значит, дальше. Макрос, который я сейчас создавал сам и писал здесь какие-то командчики, видоизменения вносил, я его сохраню. Как сохранить? На самом деле сохраняется у меня макрос вместе с рабочей книгой, вместе с файлом. И поэтому кнопочку «Сохранение» можно нажать и находясь среди Excel, или находясь здесь же в редакторе Visual Basic. Вот у нас обычная команда «Сохранить», «Save», сохраняет файл и сохраняет, соответственно, программный код, который в нем находится. Ну, а дальше проверю, как это работает в следующем образом. Я вижу, UBSик могу закрыть. Успели, да, вот это все сделать? Ну, или не совсем закрыть, а там свернуть, как-то вот так его в сторонку просто отодвинуть. А сам перехожу сюда, на любой лист, захожу, ставлю курсор в любую ячейку, потому что мы там заправляем действие для любой активной ячейки. И дальше иду на вкладку «Разработчик», «Макросы». Вот у меня, видите, то, что мы писали, «Новый год» в списке макросов появилось. Нажимаю на кнопку «Выполнить». Пожалуйста, великоват размер шрифта я подобрал. Он мне всю фразу здесь не может таким крупным шрифтом поместить, чтобы было видно на экране. Так не проблема, я могу спокойно зайти и этот макрос изменить, шрифт сделаю, ну, какой-нибудь там 50-й. И проверю, как это сработает, например, с другой ячейкой, где-нибудь вот здесь. Макрос «Новый год», пожалуйста. Ну вот, 50 пришли. Пожалуйста. Вот в простейшем случае, записав действия какие-то автоматически, вы можете потом спокойно разобраться с тем, что у вас делает этот макрос. А что там разбираться, если мы сами эти операции выполняли предварительно. То есть, вчитаться просто в написанные команды, а удобнее всего это, конечно, тем, кто работает с англоязычной версией программы. Потому что команды, которые я вижу в программном коде, они часто идентичны названием этих пунктов меню в Excel английской версии. Ты смотришь, да, точно так же у меня называется фонд, это шрифт, а какой-нибудь там болт, это жирный, а, скажем, полор, это цвет. И легко поэтому подкорректировать какие-то отдельные моменты. Ну и, видоизменив таким образом готовое решение, мы с вами можем вот так его переделать под себя уже. Ну а еще один момент это то, что программный код я могу спокойно копировать точно так же из одного проекта в другой, из модуля в модуль. Это вопросов не возникает. Ну, например, я, вернувшись в Visual Basic, сейчас могу это легко показать. Так, где у меня Visual Basic. Значит, смотрите, мы можем с вами, собственно, сами создать любой новый модуль, и туда скопируйте этот макрос и вот этот, то есть, как нам нравится. Не хотите, чтобы это было в этом модуле, а хотите в другом? Вот, пожалуйста, есть команда Insert, Insert Module, я могу вставить новый модуль, пустой. Вот он у меня появился, модуль 2. Если его на весь экран не распахнет, то я могу видеть и первый, и второй модуль параллельно в разных окнах. И, скажем так, они все являются содержимыми одного и того же файла, но я могу хранить их просто в разных окнах, эти решения, эти мои примерчики. Взял отсюда, выделил это, вырезал, а в тот модуль вставил. Ничего совершенно не изменилось для работы, но вот просто мне так захотелось, так удобно. А хотите, в другой программный файл ставили эту же вещь? Нормально? Идея понятна. Ну вот, собственно, примерно так это у нас работает. Хорошо. Ну а если проверить, будет ли запускаться, это хоть сейчас, но я хочу показать проверку еще вот какого плана. Дело в том, что мы сделали сейчас решение, в котором нигде не упоминается, для какого конкретно листа, для какой конкретной книги необходимо выполнять эти действия. Поэтому все эти операции будут происходить для любого файла, для любого листа. А поэтому я сейчас проверяю у себя здесь. То есть запустил макрос Новый год. Пожалуйста, сработал у меня в этой ячейке конкретно. Но я точно так же могу это проверить для другого рабочего файла Excel. Причем это может быть файл с любым расширением, не поддерживающим макросы. То есть в нем самому макросов не будет. Макросы будут запускаться из вот этой книги, которая у меня сейчас открыта. То есть я беру, здесь создаю новую пустую книгу. Вот она пустая, новая книга. Там у меня где-то в том файле макросы, а в этом файле у меня ничего нет. Но если тот файл с макросами сейчас загружен, открыт, то все, что в нем макросы находятся, они мне доступны. Захожу на вкладку «Разработчик», кнопочка «Макросы». Вот я хорошо вижу, что среди данный момент открыты книг. Здесь книга с вот таким-то именем, и в ней находятся два макроса. Макрос «Привет» и макрос «Новый год». Запустить любой из них. Да, пожалуйста. Запускаем. Срабатывает здесь. Или вот тут, то есть там, где я укажу, вот так вот срабатывает. Понятно, да, идея? Вот. Отлично. Ну вот, собственно, пожалуйста, это я показал просто основные шаги, ходы, каким образом мы можем с вами добавить, удалить или копировать готовый макрос. Теперь по поводу удаления. Давайте покажу вот этот вот момент. Казалось бы, все очевидно, но некоторые моменты пользователи смущают немножко. Значит, еще разочек вернусь к чему. Это мне книга не нужна, предположим. Вот. Закрыл я что ли? Нет, не закрыл. В этом файле я нахожу. То есть, смотрите, я, например, нахожусь в редакторе Visual Basic, и вот, пускай у меня Новый год, вот этот макрос, будет, на самом деле, продублирован, скопирован. В одном модуле, во втором модуле. Ну, во втором модуле я его назову, как Новый год, там, 2, для того, чтобы его удалить. То есть, я специально сделал так, чтобы вот это, удалив, у меня все-таки копия там где-то сохранилась. Можно сейчас не делать этого, просто продемонстрирую одну вещь. Вот, смотрите, если вы будете это удалять, находясь в редакторе Visual Basic, ну, вы просто выделите, да удалите все текст. И, собственно, ничего в этом сложного нет. Можно то же самое сделать и из списка макросов. То есть, вот вы выбрали макрос Новый год 2, здесь команда удалить. Еще раз подтверждайте, да удалить. Что происходит? В этом случае у вас в Visual Basic в модуле 2 этот макрос исчез. Если там было их несколько, таких, ну, подобных максов, там, Новый год 3, Новый год 4, ну, вот один исчезнет, остальные останутся. Но сам модуль никогда не пропадает. Даже если он совсем пустой, он все равно остается. Если вы совсем хотите удалить модуль целиком, то в этом случае это делается только Visual Basic. То есть, это иногда модуль правым щелчком щелкаете, и есть команда removeModule. То есть, в данном случае такая возможность существует только через Visual Basic. Почему я на этом настаиваю? Дело в том, что бывает иногда, что вы решили данный файл, вообще в нем все поудалять, полностью все максы. Так вот, надо удалять не только максы, но и модули, в которых они содержались. Иначе пустые модули тоже, будет программа считать, что у вас что-то где-то есть, какой-то программный. Что-то removeModule. Нет, без сохранения, без экспорта содержимого. Удалили софт. Понятная идея. Ну, это вот такие простейшие совершенно вещи. Работа, как с обычным текстовым редактором здесь у нас происходит. Так, хорошо. Это у нас получилось. Ну, и я хотел привести примеры максов чуть-чуть посложнее. Не знаю, удастся ли записать это в первой попытке или нет. В 2010-й версии, думаю, удастся. В 2013-й версии могут быть проблемы, но тогда я буду записывать именно в 2013-й версии и покажу, что там исправить. Представьте себе. Сейчас я, конечно, показывал какой-то такой пример совсем простой, развлекательного характера. А теперь мне бы хотелось, чтобы у меня действительно было некое серьезное решение сделать. Решение это будет такое. Предположим, мне нужно регулярно выполнять одни и те же похожие задачи. Например, приходят ко мне данные, которые я импортирую в Excel и потом их каким-то образом форматирую или снабжаю формулами, или что-то еще с этими данными проделаю. Причем данные меняющиеся, то есть это выгрузки из какой-то там, я не знаю, системы, но информация, в общем-то, одного и того же характера, то есть требует одних и тех же операций для обработки. Естественно, возникает определенная повторяющаяся рутинная работа, которую хочется автоматизировать. Что я делаю? Я попробую сделать так. Отдельно заранее возьму вот какой-то чистый листик, если нет, то, значит, новый добавлю. И конкретно на этот чистый лист эти данные загружу. Данные представляют из себя табличку, но она не в формате Excel, поэтому мне потребуется выполнить действие следующего плана. На вкладке «Данные» кнопочка получения внешних данных и здесь импорт, у меня файл текстового формата, из текста. Кому приходится такие вещи делать, то представляете себе, любой импорт, он обычно требует определенных шагов, настроек, которые проделает мастер импорта. Вот для текста импорт, он действительно там многоходовый такой, много шагов выполняется. А я же попробую это сделать так, чтобы там действительно все у меня записалось и потом автоматически повторялось бы без проблем. Вот. Что я в этом случае делаю? Значит, ну давайте вот какой момент посмотрим. Файлик, я уже давно его предлагал заготовить. Есть у нас заказы для импорта. Вот этот файл заказа для импорта, если его открыть, это обычный текст, текст-файлик открывается, он блокнотом. Но в нем у нас данные, которые можно было бы преобразовать в таблицу. Здесь данные разделены через запятую. Вижу какие-то цифры, какие-то даты. То есть все это хотел бы загнать, соответственно, в цель какую-то таблочку. Реально это сделать? Естественно, да, все должно получиться. Я вроде заранее проверял эти вещи. Но там импорт будет требовать множества настроек, которые хотелось бы один раз запомнить и потом уже к этому не возвращаться. Поэтому я делаю следующее. Вот на этом листе ставлю курсор, ну пускай сразу ячейку А1 заранее поставлю, потому что мне туда хотелось бы выгрузить эти данные. Потом нажимаю кнопочку «Запись макроса». Макрос можно назвать «Макрос импорт». Сохраняю его в этой книге. Описание, ну пожелание, нужно или не нужно, это описание станет в тексте макроса комментарием. То есть можно написать здесь при желании, что это импорт из текстового файла. Хорошо. Далее «Окей». Запись началась. И я сразу же иду на вкладку «Данные», «Получение внешних данных из текста». «Получить данные из текста». А он создается как? На вкладке «Разработчик» вы нажимаете кнопочку «Запись макроса». А если нажато, вы имя ему какой-то дали, да? Все, он уже начал генерироваться, уже выполнять начинайте любые действия, они будут записываться в макрос. В смысле, у вас не отключена, что ли, была запись? Или как? Ну, остановите запись макроса, начните новый, предыдущий, потом посмотрите, если что, удалить его можно. То есть, остановить запись, где у вас, внизу, здесь вот эта кнопочка «Остановить запись», потом еще разочек «Разработчик», «Начать запись», «Имя ему написали», «Окей», и после этого сразу же начинаете выполнять действия, которые у нас здесь получится. Нужно сгенерировать. Все в порядке? Все в порядке. А, что-то заблокировано. Сейчас. Это книга, но она как-то занята. Да, я тебе записываю. Вот здесь. Так, хорошо, значит, нашли эту команду, да, «Импорт», значит, это на вкладке «Данные», получение внешних данных из текста. Если что-то не успеваете, можно просто посмотреть, потом это еще раз сами сможете повторить, думаю, без проблем. Дальше я ищу файлик, он у меня лежит у меня на моем компьютере на диске «Д», где вы там распаковали, я не знаю, но поэтому посмотрите, ваш путь к файлу. Вот он файл заказа для «Импорт». Выбрал этот файлик. А затем идет ряд настроек, среди которых есть те, которых не было в 10-й версии. И вот эти настройки, я на них буду обращать внимание, придется еще в готовом апсе подкорректировать. Он в 2013-й версии будет работать с небольшими ошибками, вот в 2013-й версии, здесь ошибка самого Microsoft немножечко присутствует. Значит, смотрите, текст у нас, формат данных с разделителями, вот оно, есть. Дальше, «Мои данные содержат заголовки», вот это включать не нужно, потому что в этом случае у вас будет создан не диапазон с данными, а диапазон преобразуется в таблицу. Если это необходимо, это лучше сделать потом, поищем. Так что вот эту галочку не оттрогаем. В 10-й версии, насколько я помню, вот этой настройки не было при импорте, поэтому там это получалось более корректно. А импорт с первой строки, кириллица, это кодировка. Значит, на этом шаге я ничего не трогаю, просто иду далее. Больше всего настроек на втором и третьем шаге у нас. Значит, на втором шаге, посмотрите, я говорю, что разделителем является запятая, то есть включаю не знак табуляции, а запятая. И тогда я вижу, как у меня все разбилось по колоночкам. Дальше, ограничитель строк, двойные кавычки. Программа догадалась сделать сама. И тогда у меня в первой строке с заголовками кавычки лишние исчезли. Значит, это все неплохо у нас получилось. Я иду далее. Значит, включил разделитель запятая, все остальные галочки выключены. И здесь ограничитель строк, двойные кавычки. И далее, вот на этом шаге важный момент. У нас определяется, в каком столбце что находится. Вот в данном случае у нас второй столбец. Дата. Вот я поэтому указываю, что тип дата. Время заказа. Ну, тут время, а не дата. Здесь для времени, по-моему, форматов нет никаких. Ну, может, сразу... Не, ладно, ничего не буду задавать. Здесь для него общий я ставлю формат. Пусть программа сама догадается. Вот. А вот еще предпоследний столбец. Доставить до. Тоже дата. И, наконец, еще один момент. У нас скидка. Это числовое значение. Но там разделитель, точка. У меня на компьютере по умолчанию точка будет некорректно восприниматься. Не как целая дробная часть, а именно как символ, который обычно используется для тех же дат. Там, делить число, месяц и так далее. Поэтому вот тут кнопка «Подробнее». Ее надо нажать. Кнопочка «Подробнее». Укажите, что разделитель целой дробной части – это точка. Остальные настройки здесь можно не менять. По умолчанию вставлю. Ок. Вот в этом случае столбец «Скидка» будет восприниматься как числовое значение. Но покажет мне эту скидку программа в формате, настроенном на компьютере Windows. Поэтому там, скорее всего, будет через запятую уже написано. Все. Вот смотрите, сколько я настройщиков таких мелких сделал, про которые не надо забыть. А если я раз в месяц импортирую подобные данные, то начинаю делать «Там забыл, что-то выпустил». Здесь с первой попытки неудачно получилось. Тут мы запишем макс, который потом четко будет воспроизводиться повторно. Ну, а теперь осталось только нажать кнопочку «Готово». И последний вопрос мне задает, куда мы это загружаем. Ну, вот тут два варианта – на имеющийся лист или на новый. Ну, я, например, хочу на имеющийся, сам буду указывать любой лист, куда мне это надо загрузить. Если на новый, каждый раз этот макс будет еще в начале выполнять действие, вставку нового листа. Нужно или нет – это второй вопрос. А вот добавить эти данные в модель данных не надо, это не поддерживается почему-то в макросе, то есть он не может потом это воспроизвести. То есть в самом Excel появилось это в 13-й версии, но макро-рекордер пока этой команды не знает. Поэтому больше я ничего не меняю, здесь просто окей. Вот, пожалуйста, импорт закончен на этом. И я остановлю запись. Остановить запись. Это где у нас? На вкладке «Разработчик». Вот кнопочка «Остановить запись». Все, остановим. А теперь проверю, как у меня это будет работать. На этом листе могу вообще все удалять. А это на другом листе, на чистом. Хочу проверить, как сработает. Вот вспомните, сколько мы сейчас выполняли с вами действий для того, чтобы это все у меня было выполнено. Если это потребуется выполнить повторно, на вкладке «Разработчик», «Макросы», я нахожу «Макрос импорт», нажимаю кнопочку «Выпонть» и вот тут два варианта. У кого 2010-я версия будет, думаю, срабатывать все без проблем. У кого 13-я версия будет, как у меня. Вот такое сообщение. Инвалид, процедур, колл, ораргумент, рантайм, эрор, рантайм, ошибка. Вот это нормальная ситуация для макросов, которые собираются записывать пользователя. Собственно, казалось бы, простейшая операция, но не всегда корректно воспроизводится повторно. Это является одним из главных, наверное, недостатков макро-рекортера. Первый недостаток, я уже говорил, он записывает избыточный программный код. Но с этим можно мириться, подумаешь, там лишние команды, которые никак не повлияли на конечный результат. А вот когда ошибочные команды записались, вот это вот нехорошо. А ошибочные команды часто бывают просто в контексте. То есть, что-то он не поддерживает или именно в таком виде не может воспроизвести это действие. Здесь же это скорее упущение самого макросота. Они чего-то не учли, то, что раньше отсутствовало, и записали лишнее действие. Что могу на этот счет предложить здесь? Значит, тут вариант такой. Если вы нажмете End, ничего не произойдет. То есть, вы просто прекратили работу программы, не выполнив ее до конца. Но программа-то не рабочая. Я запущу этот макс повторно, будет точно такая же ошибка. Можно попытаться разобраться с причиной ошибки. Но тогда у нас есть возможность нажать кнопочку Debug. Debug – это отладчик. Если вы у кого 13-я версия сейчас это нажмете, то у вас программа автоматически перейдет в окно Visual Basic. Покажет вам макрос-импорт. И в самом начале покажет желтую строку, в которой и происходит ошибка, не позволяющая выполнять дальнейшие действия. Так вот, я что хочу сказать. Все остальные действия нормально, корректно сработают. И только вот в этом месте у нас реально ошибка, которая не позволяет выполнять данные макроса от начала до конца без проблем. Это, что самое интересное, собственно, отсутствие настройки. Команд Type равно 0. У кого 10-я версия этот макрос сгенерируется, будет все то же самое, но этой строчке будет отсутствовать. Значит, что могу в этом случае сказать? Естественно, исправлять любые возникшие таким образом ошибки нужно специально это уже изучать. То есть, вот так вот с потолка это не сделать. Но тут я знаю, что без этой команды все остальное сработает корректно, поэтому ее можно удалить и еще раз проверить все остальные действия. А поэтому рекомендую сделать следующее. Отключить отладчик. Это делается в Visual Basic вот такой вот кнопочкой. Ресет. Вверху, там посередине кнопка. Как на мактофоне, остановка. То есть, стоп. Здесь она Reset называется. Остановили. Вот эту строку, команд Type равно 0. Или удалить совсем, или, как любят что-то делать программисты, чтобы совсем не удалять, временно сделать не активный, не рабочий. Можно превратить это в комментарий. То есть, поставить впереди значок, так, только в английской раскладке, значок апостроф. То есть, я эту строку не удалил. То есть, я всегда могу к ней вернуться, к этому действию, если оно вдруг мне понадобится. Но я его превратил в нерабочую команду. Потому что комментарий – это у нас команда, которую макрос при работе игнорирует. Он не считает это командой. В данном случае, вот прием, который любят программисты. Интересно, что будет, если команду, вызывающую ошибку, закомментируют. Все остальное будет работать? Если да, все окей, значит, мы с вами не исправили проблему. Значит, это не запятая, это верхний апостроф. Это в английской раскладке, надо переключиться, рядом с клавишей Enter у нас вот такой вот апостроф. Без Shift, без всего просто ставится. Где русская буква «э»? Понимаете? И он сразу зеленым цветом эту строчку закрасит. Это стандартное обозначение комментариев в тексте программы. А вот теперь проверю еще раз. Я закрываю это окно, вижу у BASIC. Вот чистый лист, макрос, макрос, импорт. Выполняем. Все, заработаем. Ну, 10-й версия уже у всех давно работает. А у нас вот так. Хорошо. Нормально получилось? Так вот, что я хочу сказать. Можно эту мысль было бы продолжить дальше. То есть, например, я это импортировал, перенес сюда, а мне необходимо, чтобы у меня скидка, например, в процентах отображалась, поменять формат. Или вместо вот этого вот ноликов и единичек здесь написать «Доставлен заказ», «Окей», там, или «Ноль», если то ничего не писать. Все это, естественно, я могу делать сидеть вручную. Вроде бы несложно. Представьте себе, сколько я время на это затрачу. То есть, мне для этого столбца нужно сделать изменение формата, для этого поиск и замену, для этого еще что-то. Заголовки я хочу жирным шрифтом выделить. Здесь то-то, здесь другое. Разово это сделать не проблема. Но если у вас такая задача повторяется регулярно, то записывайте аккуратный макрос, и у вас потом это все будет автоматически повторяться, воспроизводиться еще и еще раз. Вот поэтому это требует только сесть, спланировать, продумать и аккуратненько это проделать. И в данном случае может все достаточно неплохо получиться. Но, правда, если не получится с первой, и со второй, и даже с десятой попытки, вот тут задумываешься над тем, что надо бы вникнуть в то, что там генерируется в программном коде. И, возможно, проще было бы это запрограммировать самому, чем пытаться это все сгенерировать автоматически. Поэтому, конечно, средство записи макросов автоматическое, оно очень ускоряет работу, очень удобно на первых порах, когда вы только-только первые шаги какие-то делаете. Потом это остается удобным подспорьем для изучения каких-то незнакомых команд, для того, чтобы определить, а к ними словами описывается то или другое действие, которое я раньше никогда не программирую. Но все-таки основные вещи все равно так или иначе программируются вручную. Поэтому я могу этот коротенький макрос написать, но это не обязательно сейчас за мной повторить. Макрос, я и сам не уверен, получится ли с первой попытки, чтобы он работал. Макрос, скажем, напишу какой-нибудь там формат. Вот с таким названием он будет называться. Макрос формат в этой книге, окей. Мне хочется сделать что? Для столбца скидка, скажем, поменять формат на процентный. Таким вот образом. Для столбца доставлен сделать замену. Найти единичку. Заменить на, скажем, текст окей. Везде. И найти нолик. Заменить на пустоту. Все там удалять. И кроме того, это все отцентрировать. А еще в первой строке сделать, скажем, жирный шрифт. Вот, казалось бы, ничего такого я сложного здесь не делал. Но это же тоже требует времени определенного и так далее. А теперь, смотрите, останавливаю эту запись. И проверяю, как у меня тоже... Окей. Да просто вот выделил столбец и вызвал замену. Ctrl-H. Ну, вот это вот. Найти, заменить. То есть написал. Это меняю на это. Там единички на окей. Нолики на просто пустоту. Теперь, если я захочу то же самое проделать, да элементарно. У меня макросы эти есть уже. Вот он макрос импорт выполнил. После него выполнил макрос формат. Данные привел в порядок. Ну, выделите столбец, нажмите кнопочку проценты. Это вот здесь у нас процентный формат. На вкладке «Главное» у нас посередине там кнопочка процентный формат. Нормально, да? Хорошо. Ну вот, собственно, пожалуйста. Ну, и тогда, чтобы закончить сегодняшнюю нашу тему, еще немножко я ваше внимание займу. Давайте кратко посмотрим способы запуска макросов. В данном случае мы сейчас запускаем макросы каким образом? Я нахожу их в списке макросов. У обычного пользователя этот список закрыт, потому что вкладка «Разработчик» не всегда включена. И, кроме того, скажем, макрос часто требуется один и тот же. То есть я хотел бы его запускать каким-то более простым способом. Значит, вот возможные варианты. Запуск макроса путем нажатия сочетания клавиш «Контрол» и какой-нибудь буковки, обычно с клавишей «Контрол». «Контрол-шифт» — буква или просто «Контрол» — буква. Или запуск макроса с специальной кнопочкой связанной. И то, и другое, в общем-то, у нас несложно организовать. Давайте покажу. Значит, соответственно, вначале запуск макроса с сочетанием клавиш. Значит, это делается очень просто. На вкладке «Разработчик» я открываю список макросов. Любой из имеющихся макросов, ну вот хотя бы тот же самый «Новый год», выделяю. И у меня здесь параметры, кнопка. Вот кнопка «Параметры» позволяет нам настроить сочетание клавиш для именно вот этого макроса. «Контрол» тут уже написано, а вы можете добавить к нему еще какую-нибудь буковку. Особенность такая. Если вы используете букву русского алфавита, ну, например, я букву «Г» использую. «Новый год», там вот буква «Г» русская. Вот это срабатывать будет именно, когда у вас на компьютере русская раскладка. То есть, если вы нажмете, например, «Контрол» и латинскую букву, которая там же, где русская «Г», не получите соответствующие действия. Потому что «Контрол» и «Ю» это у нас, соответственно, как оно, «Underline» будет подчеркивание происходить в таком случае. Но это легко проверить на самом деле. И вот я сочетание клавиш это назначил. «Окей». А теперь смотрите. Вот я перейду на какой-нибудь чистый лист совершенно. Поставлю курсор в ту или другую ячейку. На клавиатуре у меня русский язык сейчас. Есть, да? Нажимаю «Контрол» и русская буквы «Г». Вот он мне для этой ячейки выполнен соответствующий текст. А если в этой ячейке был ранее другой текст какой-нибудь? Ну, давайте я другую ячейку выберу с текстом. То же самое. «Контрол» и «Г». Старый текст затирается, на его место пишется вот такой вот новый текст в «Новом году». Ну, а когда это не сработает? Если, например, я поставил курсор в ячейку, и у меня язык клавиатуры не русский стоит, а английский. Нажимаю «Контрол» и русская «Г». А ничего подобного. У меня сработало стандартное сочетание клавиш «Контрол» и «Ю». Это у нас соответствует тому, что в Excel включается подчеркивание. Видите, когда вожусь на кнопочку подчернутый шрифт, там «Контрол» и «У» написано. Вот такая вот особенность. Поэтому сочетание клавиш можно использовать для запуска максов, но выбирайте такие, которые вам действительно будут удобны, не будут конфликтовать с какими-то стандартными комбинациями. Например, пользуетесь вы часто «Контрол-С», «Контрол-В», не используйте эти же комбинации для макросов. Они у вас будут просто в этом случае работать в приоритете. Вначале обрабатывается макрос, и только если нет макроса, связанных с этим сочетанием клавиш, только тогда работают стандартные комбинации. Понятная идея, да? Ну, а так как, например, у меня на компьютере здесь настроено, что русский язык по умолчанию включен, то и сочетание с русскими буквами я буду использовать тоже какие-нибудь более экзотические, которые я не использую в обычной жизни, в обычной работе. Есть такой момент. Второй момент. А если вы хотите сделать кнопочку, и в этом случае не надо помнить никаких сочетаний клавиш, просто будете нажимать на эту кнопку. Тут вариант такой. Мы можем любой макрос привязать кнопки, которые будут располагаться или на вкладке, качестве дополнительной кнопки, даже можно отдельную вкладку для кнопок сделать. Или, если не хотите платить эти вкладки, можно сделать кнопку постоянно, видимую на экране, вот здесь, в панели быстрого доступа. Вот я предпочитаю именно в панели быстрого доступа добавить такую кнопочку. Как это делается? Да, очень просто. Вы видите, да, вверху в панели быстрого доступа, там в конце кнопка со стрелочкой. Нажали на нее, другие команды. Там есть список каких-то стандартных команд, и предпоследние другие команды. Выбираете другие команды, вы попадаете вообще в диалоговое окно параметра Excel. И панель быстрого доступа вот здесь присутствует у вас. А дальше, смотрите, у вас вверху в выпадающем списке, где написано часто используемой команды, есть перечень любых команд Excel, и в частности есть группа макросов. Выбираете эту группу, становятся видны названия всех в данный момент доступных вам макросов. То есть это макросы этого файла. Пожалуйста, какой вы хотите макрос добавить в качестве кнопочки. Новый год добавляю. А если вам нужно добавить сюда, было бы макрос импорт, тоже можно добавить. А макрос привет или формат, тоже можно добавить. То есть у нас будет таким образом, кроме стандартных кнопок, которые там есть вверху, сохранить, отменить действие, еще вот эти три кнопки. Естественно, кнопки будут без текста. Поэтому картинки для них желательно сделать разными. Как это сделать? А внизу кнопочка «Изменить». Для каждой добавленной здесь команды вы можете выбрать другой рисунок и еще пояснительный текст. Поэтому нажимаю «Изменить» и говорю, «Новый год», у меня пускай будет тут что-то на снежинку похожее, вот это. И отображаемое имя я могу написать с пробелчиком. Это будет всплывающая подсказка. То же самое для импорта. Угодите, а вы выбрали здесь «Выбрать команды из макроса?» Нет? Как только выберите, они там будут видны. Вот они доступны, естественно. Ну и дальше там, выделяя их, нажимаете кнопочку «Добавить» и у вас выбранный макрос сюда перепрыгивает в панель, будет вставляться в качестве кнопки. А здесь дальше, пожалуйста, можно каждую кнопочку изменить, сказать, так, а импорт у меня будет какой-нибудь, я не знаю, вот такой картинкой, или вот такой, тут еще сообразить, какой лучший рисунок используют для импорта. Ну, любой. То есть, вот, например, вот такую поросенку там использую. И можно назвать это «Импорт». Просто. А это у меня формат, ну, не знаю, вот такая карточка. Окей. Еще раз «Окей». Вон они, пожалуйста. Мои кнопки, которые я сейчас надобавлял, появились в панели инструментов, никуда они оттуда теперь не пропадут. Ну, и легко проверить, как они будут срабатывать у меня, ну, скажем, на отдельном месте. Нажал кнопочку «Импорт», загрузил сюда данные. Нажал кнопочку «Формат», отформатировал эти данные. Ну, это уже так, для окончательного комфортной работы. Нажал кнопку «С Новым Годом», пожалуйста, «С Новым Годом». Нормально? Я думаю, теперь получается. Ну, что ж, что хочу сказать. На самом деле, то, что я сегодня рассказывал на этом нашем кратком семинаре, это, ну, только самые такие простейшие вещи, которые можно было продемонстрировать в работе Максов. Но тут момент такой. Главное, есть ли необходимость в подобных вещах в вашей дальнейшей работе. Здесь, можно сказать, следующий момент. В последнее время интересная тенденция. В свое время, когда компьютеры только стали появляться, это были устройства для очень ограниченного круга лиц. То есть, работали с ними программисты, ученые, действительно. И это было тайно за семью печатников. Как правило, пользователь компьютера это всегда подразумевал, что человек программист. Затем, с развитием персональных компьютеров повсеместным их внедрением и так далее, у нас как раз наоборот появилось очень большое количество программ, которые все умеют делать, программисты все учли, пользователи остаются только, не думая, нажимать на кнопочки. Но, сейчас, интересная вещь, все развивается по спирали. Опять возникает необходимость в пользователях продвинутых, которые сами себе программисты. То есть, если вы хотите усовершенствовать под себя Excel, сделать его более удобным в работе, это сложно объяснить кому-то со стороны. То есть, даже крупной компанией-разработчику не под силу учесть миллионы пожеланий, что еще было бы здорово добавить, тем более, что у каждого задачи очень индивидуально узки направлены. Вот если такие вещи действительно регулярно возникают, то есть, один и тот же документ, один и тот же отчет, опять по 110-му разу и оформляя аналогичным образом. Почему бы не освоить эти несложные средства программируемые? То есть, опять появляется необходимость в том, что каждый пользователь какой-то профессиональной программы, профессионального пакета, в нем еще и занимается малая автоматизация каким-то программируемым. Ну, а для того, чтобы это делать более по-серьезному и уверенно, это, конечно же, стоит освоить, стоит изучить. Потому что сейчас на данном семинаре мы совершенно не касались вопросов, а что конкретно сгенерировалось за программный код. И любое здесь какое-то мелкое несовершенство, где-то что-то не сработало, уже непонятно, почему так происходит. Если же возникает необходимость написать макрос, который бы универсально работал для самых разных задач, это действительно требует изучения, освоения основ программирования на Visual Basic. И, собственно, этим мы занимаемся на курсах в нашем центре специалистов. Такой курс я могу вам посоветовать. Это как раз XL четвертый уровень Max NaviBee. Здесь с нуля мы занимаемся как раз тем, что, во-первых, автоматически записываем Max, как мы сегодня пробовали в разных вариациях, там чуть-чуть посложнее ситуации рассматриваем, а затем изучаем практически 90% времени, как эти же Max программировать ручной. Выясняется, что записывать какие-то сгенерированные команды иногда дольше и больше с этим мороки, чем научиться программировать самостоятельно. Да, в этом случае требуется освоить в десяток, там может быть побольше каких-то команд, проникнуться их логикой, то есть, например, выяснить, как это выглядит, работа циклов, например, для повторения действий, как это можно запрограммировать собственную функцию, или как добавить обработку ошибок, как заниматься отладкой тестирования своих программ. Но это все реально освоит даже человеку, не имеющему опыта программирования ранее никогда этого не изучавшим. Потому что, в общем-то, это программирование прикладное, программирование в среде, и, собственно, это хороший такой, ну, скажем, начальный шаг для дальнейшего освоения более сложных каких-то вещей. По крайней мере, те, кто всегда хотели бы как-то прикоснуться к программированию, но боялись первые шаги сделать, или пытались читать книжки, но с трудом понимали, что хотел донести до них автор, а они после этого курса спокойно начинают уже работать и с литературой, и разбираться с более сложными и для себя какими-то полезными решениями, то есть решать какие-то прикладные задачи, конкретно нужные в своей деятельности. Поэтому, вот этот курс, если интересно, я могу сказать, он, все, что мы здесь разбирали, рассматривали гораздо более подробно и детально, и он у нас достаточно регулярно идет, потому что курс, в общем-то, популярный. Вот даты здесь ближайшие можете посмотреть. У нас, собственно, вот буквально на ближайший месяц сколько тут, шесть групп в разном режиме стартуют, и по субботам группы выходного дня, и ежедневные, которые идут в режиме утро-день, и группы вечерние. То есть, смотрите, расписание у нас на сайте на страничке специалиста, там это все поподробнее, а так, в общем-то, если будет интересно, можно почитать и подробную программу данного курса, и что там у нас вообще делается. Ну, а заканчивая еще разговор о вообще максах Excel, хочу продемонстрировать пророчку готовых примерчиков. Это будет у вас время и желание вы попробуйте самостоятельно без меня. Такие примеры часто у нас показывают еще на курсе, который посвящен Excel 2 уровень. Ну, вот я здесь это продемонстрирую. Это примеры, они вот, скажем, в виде текстовых файликов, ну, любой из них я возьму, сейчас покажу. Значит, обычно сейчас не проблема с наличием интернета найти или фрагменты из какой-то книги, или на форуме какое-то решение макрос, который сделан другими уже пользователями, разработчиками, программистами. И в данном случае я покажу просто, как в этом случае ими воспользуются. Ну, вот смотрите, предположим, у меня есть какой-то файлик. Вот в этом файле я тут много листов насоздал, но давайте их, скажем, передвину, поменяю местами. Этот назову по-другому как-нибудь мой лист, то есть этот назову какой-нибудь вот так вот ААА, этот у меня будет называться там, не знаю, БББ, да без разницы. Какие-то определенные здесь у меня листы с какими-то разнообразными названиями есть. Вот. А мне возникла необходимость вот такую вещь сделать. Значит, я знаю хорошо, как можно сделать сортировку данных в каком-нибудь списке. То есть, пожалуйста, нажал кнопочку сортировать от А до Я, от Я до А, и у меня таблица перестроилась, пересортировалась. Это пожалуйста. А вот команды, которые бы сортировали у меня в одной книге листы по алфавиту, такую не придумали. То есть, в цели много чего нету, но такие вещи приходят, например, на ум. То есть, как сидеть здесь сортировать эти листы, перетаскивать с места на место? Ну да, можно, но это неинтересный, не особенно творческий процесс. Хотелось бы, чтобы это произошло автоматически, вот есть такое готовое решение. То есть, это, в общем-то, решение универсальное, для любого файла, одинаково выглядящегося, сортировка листов книги. Значит, как быть с этим решением? Я открываю блокнот и копирую к себе в какой-то из модулей. Если никакого модуля нет, я могу новый создать. Значит, я перехожу сюда, в эту же книгу, Visual Basic, где он у меня там, так, это я не то нажимаю, извините, вижу, Basic. Вот. Ну, может быть, удобнее было в отдельный модуль вставить. Insert модуль. Вставляю пустой новый модуль. Меню Insert модуль, как я до этого делал. А дальше из текстового файла все это копирую туда. Значит, Ctrl-C копировал, сюда Ctrl-C в этом или Paste ставил. Все, решение готово. Вот это вот решение, которое макро-рекордер бы не сделал, потому что здесь используются циклы, здесь объявлены переменные, это то, что действительно надо изучать специально по книгам или на курсе, но сам по себе макрос достаточно коротенький. И вот проверяю, как он работает. В списке максов он у меня по-английски называется Sort Sheet, сортировать листы. А он сам не делает? А его название в тексте программы было Sub и следующее слово это и есть название макроса. Поэтому его, если вы скопировали, оно там подгрызло. А дальше, пожалуйста, вызывайте этот макрос. Кстати, поменяйте мы имя, он будет тайв списка по-другому называться. Выполнить. И у меня моментально листы пересортировались, если посмотреть в алфавитном порядке. А, Б и так далее, ну, как я их там называл по-всякому. Лист 2, лист 4. То есть это происходит, как видите, без всяких затрат, без всяких усилий с нашей стороны. Вот так что хочу сказать, что очень много интересных, нестандартных совершенно вещей можно решить с помощью макроса. Находите готовое, копируете, вставляете вот таким вот образом к себе и получаете работающие к этому действию. Или вот такая вещь, оглавление книги Excel. Это будет макрос создавать отдельный лист со ссылками на все прочие листы. тоже интересно. То есть гиперссылки для перехода к другому листу. По-моему, так это выглядит, если я не ошибаюсь. Да, гиперлинкс, я вижу здесь команду. Так и есть. Кто мог бы скопировать эту процедуру, этот макрос оглавления, ставил бы сюда его копию и проверил бы, как это оглавление работает. Макрос, оглавление, выполнить. Так, и что он сделал? Не вижу, где он это сделал. А, я забыл. Он это оглавление делает на первом листе. У меня первый лист был уже с данными, поэтому вот данные-то он мне немножко попутил. Ну ладно, я прочее все поудаляю здесь, чтобы это не смущало. Даже так, я лист этот совсем удалю. Чистый листик первым поставлю и вот тогда проверю. Тут есть еще что доработать в этом макросе оглавления. Было бы правильно, если бы новый лист ставил. Так вот, он мне оставил имена листов и это не просто имена, а ссылки на данные листы. Щелкайте по ссылке и сразу переходите к соответствующему листу. Вот казалось бы мелочь, но вот такого решения в цели нет. То есть в Word оглавление сделать есть стандартное, а тут вот таким вот путем можно пойти. Хорошо. Ну вот, собственно, пожалуйста, это такие отдельные готовые примерчики, которых можно действительно много найти и вы теперь представляете, что достаточно это просто копировать и вставить в ваш проект и будете пользоваться. Ну а будут вопросы, как это усовершенствовать, значит, надо дополнительно отдельно изучать основу. Хорошо. Так, ну что ж, тогда мы будем потихонечку заканчивать. Какие-то есть вопросы сейчас к тому, что я рассказывал, то есть, ну, если это, конечно, не глобальные вопросы, то есть, пожалуйста, я сейчас готов ответить. Вот, какие-то, может быть, идеи по ходу дела возникли, по желаниям. как для себя планируете это использовать или вообще, может быть, уже использовали макросы, как на работе. Используйте пока. Просто сейчас, что хочу сказать, это очень часто бывает так, или в компании, в организации уже кто-то там, умелец, написал макросы, остальные ими пользуются, либо возникла необходимость и тут два варианта. Поискать в интернете готовое решение или действительно попробовать написать под себя. Но готового такого, чтобы именно вашу задачу решал, конечно, не найдешь. То есть, можно найти решение такого общего характера, типа, как я сейчас показываю. Сделать оглавление, там, удалить пустые строки в списке, удалить там пустые листы. Это, конечно, универсальный макрос. Такой реально найти. А вот, скажем так, сгенерировать именно ваш отчет в фирменном стиле, и так далее, там, все детали, моменты учебных, с днем. Конечно, это надо сесть самому, покопаться, конкретные вещи такую сделать. Ну, и, собственно, это все вполне реально. Такие вещи, в общем-то, осваиваются. Ну, начальный, вот только какой-то момент освоения хорошо пройти под руководством преподавателя. Почему? Потому что потом легче ориентироваться в специальной литературе, то есть, книжки уже легко читать. А так, терминология определенная, незнакомая, то есть, предмет не совсем знакомый. Вот, но я думаю, что даже после нашего этого короткого семинара будет проще уже разобраться в, по крайней мере, в том, где, как, куда это применить, ставить, или чуть-чуть перейдить. Кнопку, где, отдельно на листе вы хотите сделать, или как? Да, я пускал какую-то но я делал кнопку в, вот это вот, еще разочек, я в, в панели. Значит, сейчас, дело тоже, что тут ситуация такая, можно сделать кнопку не только вот здесь, а, это я, секунду, 2013 запущу, еще раз повторюсь, тогда, где он у меня был-то, в моей макросе. Значит, кнопку можно создавать, как я сделал, в панели быстрого доступа, а вы хотите кнопку сделать на вкладке, или где? Или прямо на листе? Прямо на листе. На листе тоже несложно сделать кнопку, я просто не рассказывал здесь, но чем удобно, на листе кнопка никуда не пропадет, то есть вы ее вместе с файлом будете копировать, то есть в этом плане тоже имеет смысл. Знаете, элементарно делается, на вкладке разработчик есть отдельная кнопочка, такая, вставить, и там самая первая кнопка в группе элементы управления формой, она называется тоже кнопка элемента управления формой. То есть рисуете прямоугольную кнопочку и привязываете ее к имеющимся макросам, там в списке вы выбираете любой нужный вам макрос. Ну и естественно макросы эти должны быть доступны. Обычно ссылаются в этом случае на макросы из этого же файла. Вот я взял, нарисовал эту кнопку и выбрал макрос оглавления. окей, там надпись на кнопке изменил, это будет оглавление. Или точно так же взял, нарисовал прямоугольную кнопочку эту, но выбрал макрос, который что там будет делать-то мне, даже не знаю, привет писать, или новый год писать, да, давайте новый год писать. И тогда вот я нажал кнопочку, а ну дайте вначале удалю, здесь старое оглавление, которое было. Нажал на кнопочку оглавления, оно добавилось. Нажал на кнопочку новый год, вот он мне в активную ячейку вставил эту надпись новым годом. Ну и естественно, надо еще подумать, для какого макроса кнопка будет удобна, для какого нет. То есть я тут смотрю, у меня максы такие, что они работать будут именно на том же самом активном листе, и поэтому там вставлять какую-то информацию прямо поверх этих кнопок, то есть не очень-то хорошо. А так всегда можно спланировать, подумать, какая кнопочка вам будет удобна. Так что вот, на вкладке разработчик вставить кнопку, это еще один способ запуска макроса, кстати говоря, достаточно простой. Ну и если вы передумали, хотите, чтобы кнопка выполняла другое действие, тоже не проблема, правый щелчок по этой кнопке, команда назначить макрос, переназначайте макроса. Не этот, а вот этот я имел. Взяли там, выбрали такой, потом нет, передумали, переназначили на другой. Ясно, да, идея? То есть, тоже можно такие вещи делать. Хорошо. Ну что ж, тогда мы с вами на этом можем остановиться, закончить. Вот, если будет интересно еще какие-то примеры, то могу вам просто предложить попробовать их самостоятельно рассмотреть. Вот, скажем, в файле макрос-переводчик очень такой эффектный, готовый примерчик макроса. Причем совершенно понятно, как он работает, и даже не зная команд, с помощью которых он запрограммировал, вы сможете в нем разобраться в его логике. Но идея заключается в том, что это решение готовое, запрограммированное, но это не макро-рекордер, это писалось вручную. То есть, макрос там очень любопытный, он вам позволяет писать название в таблице на трех языках, по русски, английски и немецки. А сам словарик, он на отдельном листе создан. Любопытная вещь. Да, можно было описать это формулами. Согласен, та же самая функция WPR, сейчас мне спокойно это сделало. А тут это запрограммировано. В общем, эффектное решение, как осмотрено, готовое, с кнопочкой, это действительно любопытно смотрится. Надо же, оказывается, каким образом мы здесь провели такую несложную автоматизацию. Поэтому, чем больше таких готовых сразу кнопочек, тем приятнее с этим в принципе рано. Ну что ж, хорошо, я тогда буду потихонечку заканчивать, если какие-то еще вопросы готов сейчас ответить. А так, еще раз скажу, мы с вами сегодня пообщались на тему первых шагов использования макросов среди Excel. Я заявил Андрей как раз вам об этом рассказывал. Можно со мной в дальнейшем при желании связаться по электронной почте или через личный кабинет на сайте специалист. Подробнее обо мне и о курсах, которые я буду вести в ближайшее время, можно узнать у нас на страничке. Здесь ссылочку я привел тоже на специалист.ру. Ну и собственно на этом я откланяюсь. Спасибо за внимание. Если какие-то еще сейчас вопросы возникли, пока я еще не прерываю наши трансляции. А так подключайтесь к нашему личному кабинету, получайте доступ к различным бесплатным ресурсам. кто у нас уже раньше учился, значит соответственно это клуб выпускников. А так это всевозможные материалы бесплатных семинаров, которые в этом году у нас достаточно часто запланированы. Наверняка на сайте видели расписание по разным предметам, у разных преподавателей такие семинары будут проходить. Планируются еще семинары и по макросам в этом году и по базам данных XS это то, что я о себе говорю о своих семинарах. Кроме того, и у других преподавателей различные очень интересные семинары. Это использование всего офисного пакета, программирование, сетевые технологии, компьютерная графика и все прочее. У нас очень большой набор курсов, которые мы читаем, преподаем в нашем центре специалистов, поэтому действительно тут есть о чем сказать. Я смотрю в рекламе написано тысяча различных курсов. Честно говоря, не считал, но я думаю, что эта цифра уже больше сейчас, так как в свое время у нас и цель был только один курс. сейчас уже тот же цель шесть уровней. И там не за горами может быть какая-то седьмая часть. Так вот, четвертый, пятый уровень цель как раз посвящен макросам, и это то, что может быть вам потенциально интересно. хорошо. ну что ж, тогда, если вопросов особенных нет, я на этом заканчиваю трансляцию, но можете мне сейчас еще в чат написать или в дальнейшем какие-то вопросы войны. Если нужны какие-то из моих файликов, то, что я записывал, тоже могу выслать вам на почту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА